12 часов столицы. Ближайшие 20 минут о самом актуальном. Студия Алмаз Ашим. Добрый день. Богатый урожай собрали в ауле Казахстан Зерендинского района Акмолинской области. В этом году там засеяли 5000 гектаров. Их занимает лен, соя, пивоваренный ячмень, пшеница. Крестьяне получили по 26 центнеров с каждого гектара зерновых. И при этом средняя урожайность по области составила 12 центнеров с гектара. Местные аграрии считают, что их результат зависит от использования современных агротехнологий, о которых подчеркнул в своем послании президент. Потенциал агропромышленного комплекса региона значительный, а если к этому приложить умелые руки и качественный менеджмент, то достичь можно и большего, уверены фермеры. Подробнее об этом Мадина Смоглова. Удивительно, но в этом хозяйстве занимаются щадящим земледелием, без вспашки. Несмотря на то, что почва местами каменистая и не особо плодородная, аграрии получили богатый урожай. Помимо зерновых, в хозяйстве бассейли 800 гектаров ячменя и почти 1000 гектаров отвели под лен. Наши комбайны работают без свала. Вообще мы придерживаемся условий диссикации, то есть сушки. Её методики почти исключают потери и значительно облегчают уборку. Зерновые в этом хозяйстве убрали своевременно. Высокая урожайность однозначно показатель качества хлеба, говорит руководитель товарищества. Он уверен, что вырастить такой урожай можно практически на любой почве. Ведь кто думал, что заброшенные поля отзовутся на труд человеческих рук буквально с момента освоения. Можно работать на любой земле, выращивать любые культуры, если всё делать, подходить полностью, всю агротехнологию соблюдать. Тем более и в прошлом году я только приобрёл это. И если бы у нас такой поддержки не было агросектора, что у нас всё субсидируется, от солярки до налогообложения, плюс гербициды, минеральные удобрения до 50%, здесь этим просто грех не заниматься. И, пожалуй, самое главное в земледелии без вспашки – это влагозадержание для этого поля расчерчивается и становится своего рода накопителем осадков. В планах у руководства хозяйства расширение пассивных площадей и открытие завода по переработке льна в Кукшетау. Мадина Смогулова, Натуре Поляна, Евгений Шинкаренко, Акмолинская область, Хабар, 24. Увеличить в 2,5 раза производительность труда и экспорт переработанной продукции сельского хозяйства. К реализации этого поручения главы государства, обозначенного в новом послании народу Казахстана, уже приступили фермеры Карагандинской области. Аграрии сейчас оцифровывают поля и составляют электронные карты сельхозугодий. Крупное крестьянское хозяйство Нуринского района засеяло пшеницей 500 гектаров земли с использованием цифровых технологий. Подробнее об этом расскажет Марина Золотарева. Перед посевной кампанией аграрии сделали анализ почвы на наличие в ней фосфора, калия и азота. С учетом исследований минеральные удобрения добавили до посева пшеницы. Новый подход позволил улучшить урожай на 30%. Сейчас здесь собирают 40-45 центнеров с гектара. Картофель также выращивают с применением цифровых технологий. Мы сдаем анализы почвы для применения цифровых технологий на картофеле. в Европу. И там мы получаем точный анализ почв с учетом не только трех компонентов, которые у нас явно недостаток в нашей земле, но и с учетом микроудоблений, которые необходимы для выращивания и получения хороших урожаев. Картофель сажают уже третий год. В этом использовали семена немецких селекционеров. Новое овощехранилище, рассчитанное на 12 тысяч тонн, позволяет сохранить весь урожай до лета. Также фермеры установили метеорологическую станцию, которая показывает температуру и влажность земли. В прошлом году мы сажали картофель на 220 гектарах, в этом году на 450 гектар. С гектара мы собираем 400 тонн картофеля. С каждым годом урожай становится лучше. В этом году в пилотном проекте по цифровизации участвуют 9 крестьянских хозяйств страны. Два из них в Карагандинской области. В целом в регионе зерном засеяли свыше 800 тысяч гектаров, картофель посадили на 9 тысячах, и еще около полутора тысяч отданы под другие овощи. Марина Золотарева, Василий Савкин, Сета Саинов, Карагандинская область, Хабар, 24. Правительство должно сосредоточиться на поддержке экспортеров в обрабатывающем секторе. Одним из ключевых направлений в нынешнем послании президента намерены воспользоваться туркестанские производители легкой промышленности. К примеру, представители швейной отрасли подчеркнули о необходимости увеличения доли отечественных товаров, произведенных в Казахстане. Сегодня из-за увеличения контрабанды предприятие не может увеличить объемы производства. Например, на заводе с мощностью от 500 до 900 штук в день выпускается всего лишь 200-300 единиц, говорит руководитель швейного предприятия Болжан Калмуратова. Она отмечает, что импортные вещи дешевле, но качество намного ниже. В нынешнем послании народу сказано, что большая поддержка будет оказана отечественному товару-производителю. Мы надеемся, что легкая промышленность Казахстана будет продвигаться вперед и развиваться. Актюбинские предприниматели готовы принять участие во втором этапе дорожной карты бизнеса. Продолжить эффективную программу до 2025 года поручил президент в своем послании. Впервые помощь бизнесу через ДКБ начала осуществляться в стране в 2010 году. С начала реализации программы в Актюбинском регионе финансовую поддержку получили более полутора тысяч человек на сумму 24 миллиарда тенге. Предпринимателям выдавали удешевленные кредиты, либо приводили в порядок инфраструктуру. Тем самым представители МСБ успешно реализовывали свои проекты в области производства, строительства, образования, переработки, развивали сферу услуг. И многим программа дала старт в бизнесе. И сегодня уже состоявшиеся предприниматели намерены продолжить сотрудничество с государством. Благодаря поддержке дорожной карты мы три раза получали субсидии на оборудование, на обучение. И вот в настоящее время нас радует, что эта дорожная карта продлена еще на пять лет. Это столько планов можно сделать и осуществить, модернизировать наше производство, выкупить новое оборудование также по дорожной карте, поскольку это высокоспециализированная медицинская помощь. И самим купить его, приобрести мы просто не можем без помощи государства. Президент поручил повысить пороги применения уголовной ответственности по налоговым нарушениям до 50 тысяч МРП. Это более 120 миллионов тенге. Отмечу, уголовное преследование в отношении юридических лиц могло быть начато при задолженности выше 20 тысяч МРП. По словам президента, все эти меры позволят снизить налоговое бремя и бизнес получит возможность начать работу с чистого листа. Мы должны идти к безналичной экономике. Именно там, где идет наличность, там и идет взятки, там и идет нарушение. И экономика находится в тени. Не платит налоги ни в пенсионный фонд, ни в социальные фонды. Правительству надо принять действенные меры по сокращению теневого оборота в экономике как минимум на 40% за три года. Повышение размера минимальной заработной платы напрямую коснется 1 миллиона 300 тысяч казахстанцев, отметил президент в своем послании народу. Увеличение зарплат также затронет почти 300 тысяч работников бюджетных организаций. Рост доходов, повышение качества жизни. На эти цели будут направлены бюджетные расходы. Качество и доступность медуслуг, строительство хороших дорог, благоустройство дворов. Западно-казахстанцы отмечают актуально и предложение главы государства о создании комитета по контролю качества товаров и услуг. При тотальной поддержке бизнеса в приоритете всегда должно оставаться здоровье населения. Безопасность и комфорт – это основные факторы благополучия. Вылеклись ограждением бизнеса от различных проверок и начали уже терять качество. Очень рада, что президент обратил на это внимание. И поставил задачу проконтролировать все то, что у нас производится. Повышение минимальной зарплаты отразится тоже, скорее всего, на всех. Не может не радовать, особенно для нашей области, поручение делать дороги. Социальные программы, предложенные президентом, должны сделать доступной для населения медицину, образование, повысить их качество. Предлагается доступное жилье, только дорог построят больше 4 тысяч километров. Радует повышение зарплат. Все это делается для простых людей. По программе 7-20-25 больше 40 октябинцев уже получили кредиты на пупку квартиры. Еще около 200 горожан рассчитывают обрести свой угол по льготным займам. В основном это молодые семьи. Для них очень кстати инициативы главы государства о повышении доходов и качества жизни казахстанцев. В свете послания также продолжат работу по программе «Рухани Жангару», уделят внимание духовно-нравственному воспитанию молодежи. Очень радует, что 2019 год объявлен Годом молодежи. Это даст мощный импульс для новых начинаний. Благодаря программе 7-20-25 молодежь сможет улучшить свои жилищные условия. Квартирный вопрос всегда остается актуальным. К тому же выдача жилищных сертификатов, о которых в своем послании отметил глава государства, повысит доступность ипотеки для молодых учителей, врачей, полицейских и других специалистов. Мы поддерживаем инициативу президента о продолжении программы духовного возрождения «Рухани Жангару». Мы воспитываем настоящих патриотов, которые будут служить на благо своей страны. Не нужно забывать и о своей малой родине. Все мы вышли из сел, поэтому будем участвовать в новом проекте «Аол Ельбисыга». К событиям в мире. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын надеется на прогресс в ходе следующего саммита с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. По их данным, северокорейский лидер также выразил удовлетворенность прошедшими переговорами с госсекретарем США. В рамках переговоров глава КНДР пригласил американских инспекторов посетить ядерный полигон в Хунгере, чтобы подтвердить его демонтаж. Напомню, вчера госсекретарь Помпео совершил свой четвертый визит в Пхеньян, где стороны договорились провести второй саммит США КНДР. И точная дата, места пока не сообщаются. В Бразилии завершился первый тур президентских выборов. Согласно данным высшего избирательного суда, сейчас лидирует ультраправый кандидат от социально-либеральной партии Жаир Болсонаро. Он набирает примерно 47% голосов избирателей. На втором месте с почти 29% кандидат от левой партии трудящихся Фернандо Аддад. Оба проходят во второй тур голосования, который состоится 28 октября. Отмечу, в ходе выборов зафиксировано много нарушений избирательного законодательства. Всего задержаны примерно 180 человек. Чернобыль снова дает электроэнергию. Для ее выработки используется энергия Солнца. Новая станция построена рядом с стальным конфантайментом, который два года назад накрыли саркофаг над четвертым энергоблоком. Его взрыв вызвал самую крупную атомную катастрофу в истории. Новый комплекс из почти 4000 панелей, расположенных на непригодной для жизни территории, способен обеспечить потребности 2000 квартир. Это совместный проект украинских и немецких компаний. Это не просто еще одна солнечная электростанция. Она единственная, что находится всего в 100 метрах от ядерного реактора, который взорвался в 1986 году. Казалось бы, когда в 2000 году остановили последний блок, все, генерация умерла, и больше на этой площадке никогда не будет генерироваться энергия. Но сейчас мы видим новый росток, пока еще небольшой, пока еще может быть слабой, генерации на этой площадке, и это очень радостно. В Лондоне состоялся марш собак. Владельцы около тысячи животных вместе с своими питомцами вышли на улицы города, чтобы требовать отмены выхода Великобритании из Евросоюза. По словам протестующих, Брекзит грозит сокращением ветеринарной помощи и подорожанием кормов. Среди участников шествия была замечена член парламента страны Стелла Кризи. Протестующие прошлись по центральным улицам столицы до парламентской площади. И, к слову, против Брекзита выступают представители разных групп, в том числе музыканты. По их словам, выход страны из ЕС грозит шоу-бизнесу упадком. Фунт стерлинга падает. Соответственно, заниматься музыкой становится слишком дорого. Артисты уже направили обращение к премьеру Великобритании Терезе Мэй. Полицейские стороны готовятся ко всеобщей переаттестации. По ее итогам службу в органах продолжат только лучшие сотрудники. На сэкономленные средства им повысят зарплату. Будут решать вопросы обеспечения жильем. И все это инициативы президента, озвученные в послании. В дорожной карте по модернизации органов внутренних дел будут отражены новые стандарты кадровой подготовки. А также внедрен новый формат работы с населением. Президент отметил, что казахстанское общество уже давно ждет изменений в правоохранительной структуре. В первую очередь это касается полиции, работа которой со временем будет переведена на сервисную модель. Сколько юристов, выпускников, ребят ходят. Надо их образованных взять. Полицейская академия на Западе за 6 месяцев готовит полицейского. Выбудет простым приемом, закону, как обращаться к человекам. Дать хорошую зарплату юристам, и они будут работать. Комплекс мер по модернизации судебной системы в Казахстане разработают до конца года. Глава государства в своем послании отметил, что за последние годы сделано немало. Но пока еще не решена главная задача. Это обеспечение высокого уровня доверия к судам. Это внедрение электронных сервисов, которые позволят перевести ряд судебных процедур в дистанционный режим. А также качественное обновление кадров. Ранее председатель Верховного суда страны сообщил, что из-за изменений системы отбора за 8 месяцев этого года в Казахстане не приняли на должность ни одного нового судью. И это при том, что было около 10% вакансий. Отбирать в судебную систему сильнейших юристов поручил президент страны. У нас ежегодно 4 миллиона наших граждан втянуто в судебное разведательство. Сколько сил и средств на это тратится? Должны быть сокращены излишние судебные процедуры, влекущие необоснованные затраты времени и ресурсов. Надо обеспечить качественное развитие и обновление кадров судебной системы. Все время об этом говорим. Создать стимулы, чтобы судьями стремились стать лучшие юристы. Напомню, реформы в этой сфере начались уже в 2016 году. Усилены требования к действующим судям. Принят новый этический кодекс. Расширены возможности обращения граждан с жалобами в судебное жюри. Введена оценка профессиональной деятельности работников ФИМИДы. Однако работа продолжается. В послании сказано о необходимости сократить излишние процедуры, необоснованные затраты времени и ресурсов, и переходить на дистанционные методы. На востоке страны готовы внедрять в деятельность судов все современные технологии. Здесь уже принимают заявления в режиме онлайн. В зданиях судов установлены специальные терминалы. Упрощены процедуры приема документов. Но главная задача – это повысить доверие граждан к судебной системе. Это очень важный момент. И президент еще раз повторил о нем, что эту задачу, эту проблему надо решать. Человек должен четко и понятно доверять судебной реформе. Если он доверяет, значит он туда обращается, значит он не боится, значит он спокоен за свою жизнь, за свою семью, за своих близких. В Казахстане он готовится к проведению шестого съезда лидеров мировых и традиционных религий. Духовный форум состоится в Астане 10-11 октября. Посвящен он будет теме «Религиозные лидеры за безопасный мир». Инициатива главы государства Нурсултана Назрабаева о созыве регулярных съездов религиозных лидеров обрела значительную поддержку в мире и за 15 лет превратилась в авторитетную диалоговую площадку по вопросам межконфессиональных и межрелигиозных отношений. Подробнее об этом Николай Путилин. Единственная в своем роде диалоговая площадка каждые три года собирает духовных лидеров мусульман, христиан, католиков, иудеев, буддистов и представителей других конфессий с 2003 года. Уникальный опыт Казахстана, ставший родным домом для представителей 130 этносов и 18 конфессий, стал сегодня свидетельством мира, единства, согласия, доверия и взаимопонимания. В этом году мы ожидаем участия высоких гостей в лице президента Сербии, верховного муфтия Алясхара, ведущих религиозных лидеров православия, католицизма, протестантских церквей. На повестке дня обсуждение вопросов борьбы с деструктивными религиозными течениями, деятельность которых приводит к кровопролитию, войнам рушит мир и согласие на земле. А те гости, диалоговые площадки, которые приезжают в Астану уже шестой раз, будут награждены специальными медалями. В рамках пятого съезда было решено наградить тех, кто принимал участие во всех мероприятиях с первого дня. Внесший особый вклад в поддержание диалога, развитие межконфессиональных отношений, получит Астанинскую международную премию, почетную медаль съезда лидеров мировых и традиционных религий. Казахстан, благодаря проведению съезда лидеров мировых и традиционных религий, показывать всему мировому сообществу пример всенародного консенсуса и сплоченности населения. Наша страна имеет огромный опыт в поддержке межконфессиональных и межнациональных отношений и готова делиться этим опытом всегда. Николай Путилин, Наурс Базаров, Шахмурат Ешпаев, Хабар-24, Астана. Пока это все. Оставайтесь с нами. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин